Приветствую на онлайн-дискуссии экспертно-аналитического клуба. Наша сегодняшняя тема — это экономическое измерение политического кризиса в Беларуси. Напоминаю, что у нас сегодня, как и всегда в последнее время, есть синхронный перевод, поэтому, если вам удобнее слушать нас по-английски, а не по-русски, пожалуйста, вот там, где глобус внизу в Zoom, вы можете выбрать себе дорожку по-английски, переводчик работает. Напоминаю также про то, что мы ведем видеозапись в дискуссии, однако напоминаю также, что у нас есть правило Chatham House Rule, который заключается в том, что если вы хотите, например, сказать что-то, что не должно попасть под запись или не должно цитироваться с вашим именем, то, пожалуйста, перед тем, как вы скажете такую секретную реплику, пожалуйста, сообщите об этом нам, мы остановим запись, это никуда не попадет, а все остальные участники дискуссии будут знать, что с вашим именем цитировать эту такую фразу нельзя. Вот. Ну, я хочу представить наших сегодняшних спикеров. Это Лев Львовский, старший научный сотрудник Центра экономических исследований БИРОК. Лев, здравствуйте. Здравствуйте. Это Вадим Йосуп, старший аналитик Альпария Евразия. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Ирина Юзвак, директор исследовательской компании IncomeIn, директор и соучредитель информационно-аналитического агентства бизнес-новости. Здравствуйте, Ирина. Добрый вечер. И Татьяна Маринич, основатель и директор группы компании BuildBus. Татьяна, здравствуйте. Добрый вечер всем. Да, я прошу сразу, во всяком случае, на первом этапе всех тех, кто не является спикерами, ну, основными как бы спикерами на нашем сегодняшнем заседании, выключать по возможности свои микрофоны, чтобы мы не слышали различные посторонние шумы. Вот. Спасибо большое. Ну и мой самодератор сегодня это Вадим Можейко. Вадим, привет, тебе слово. Привет, Антон. Спасибо еще раз всем. Добрый день. Действительно, у нас сегодня так совпало, что это словно важная дискуссия еще. Оказалось, внезапно совпал на такой день, поэтому, наверное, не самое стандартное для нас начало, но тогда я попрошу всех сегодня, наверное, действовать дискуссию. И мы начнем с минуты молчания в память о Романе Бондаренко, который вчера был убит. Спасибо всем. Несмотря на такие трагичные новости, в принципе, несмотря на всю ту, прямо скажем, нелегкую белорусскую реальность, которая нас в последнее время ощущающе окружает, надо как-то ее осмыслять и разбираться, анализировать, чем мы здесь, собственно, и занимаемся. И сегодня мы решили посмотреть на такие все ситуации в Беларуси, которые можно смотреть с очень разных точек зрения, посмотреть на общественно-политический кризис с точки зрения экономической, потому что, наверное, таким уже общим местом стало понимание, что протесты не стихают, и продолжаются и протесты, и реакция на них, и протесты, и репрессии, и то, и то, кажется, на данный момент совсем не заканчивается. И в целом понятно, что все это очень неизбежно отражается на белорусской экономике, и понятно, что не в лучшую сторону, но для того, чтобы, наверное, прогнозировать и понимать, что будет дальше, хотелось бы все-таки еще и приблизиться к пониманию, каким образом именно это влияние происходит, как мы, в принципе, можем его измерять, ну и дальше подробнее поговорить в том числе о последствиях и о разных инструментах экономической борьбы и разных сложных вопросах, связанных с их использованием. Поэтому все, наверное, технические вопросы, да, Антон уже отметил. Поэтому, наверное, тогда будем начинать. И действительно, наверное, тогда хотелось бы начать с вопроса, как наиболее эффективно и точно измерять влияние политического кризиса на экономику, потому что, я думаю, многие по белорусской привычке это измеряют с колебанием курса доллара. И, наверное, в какой-то степени это осмысленный инструмент, а в какой-то степени он явно значительно меньше, чем весь тот объем экономических данных, который можно анализировать. Поэтому, наверное, давайте, наверное, и предварительно и пойдем. Поэтому порядку, сколько он сейчас у всех представлял. Наверное, тогда Левов-Львовский. Начнем, так сказать, с Берока. И выясним, в каких, в принципе, и зачем сейчас важно следить, и на основании чего можно это влияние кризиса на экономику измерять. Ну, тут, как говорят охотники, чтобы поймать утку, надо думать как утка. Соответственно, если мы хотим понять, как развивается экономический кризис, который был рожден из политического, нужно думать, как предприниматель, как на предпринимателя влияет то, что происходит. Если мы говорим конкретно о влиянии политического кризиса, то здесь, вероятно, в первую очередь будет влияние на недоверие институтам, особенно экономическим институтам, судам. И как-то расхождение планов о собственной судьбе с планами судьбы государства. То есть, в первую очередь, я бы смотрел на вот такие далеко идущие решения, когда предприниматели смотрят в будущее. Сколько новых бизнесов открывается? Какие делаются новые инвестиции? Если там в каких-то секторах мы можем смотреть на объемы сделок, то каковы объемы вот этих именно новых сделок? Понятно, что от того, что ОМОН бегает по улицам, прямо сейчас люди, может быть, не будут закрывать свою компанию, кафе и вывозить весь персонал. Соответственно, но их планы на будущее могут сильно меняться. В обычное время я бы смотрел в плане инвестиций на объем кредитов выдаваемых, но сейчас, наверное, это плохой показатель просто из-за зажатой нашей ликвидности. Так что люди, если бы и хотели, не смогли бы взять кредиты. Сейчас это не очень хорошо отражает ситуацию. Но вот смотреть на все, что отражает планы людей на ведение бизнеса не сейчас, а через год, два и так далее. Смотреть на темпы того, как какие-то зарубежные компании открывают новые офисы в Беларуси по сравнению с тем, как они это делали условно год назад. Возможно, чтобы как-то скорректировать на коронавирус, то относительно того, как они открывают свои офисы, не знаю, в условной Украине или России. Это если говорить про частный сектор. У нас, конечно же, есть еще большой государственный. Там люди думают по-другому и процессы идут по-другому. В государственном секторе я бы в первую очередь смотрел на степень накачки производства, степень расхождения экономической реальности и того, что люди делают на заводах. То есть в данном случае на увеличение складских запасов. У нас сейчас, как говорят, около полутора миллиардов произведенного ВВП стоит на складах. Понятно, что и в нормальное время какое-то количество произведенных тракторов стоит на складах. Но это получается примерно 2,5% ВВП, которые посчитаны в ВВП, там находятся. Но на самом деле сейчас не создают благо и не участвуют в экономике. То есть, насколько я понимаю, главная накачка на гостекторе происходит за счет выделения директивных кредитов. На эти кредиты закупается оборудование, материалы, выплачиваются зарплаты. И производятся вещи, которые мы не можем никому продать. Или производится гораздо больше вещей, чем мы можем продать. Здесь, думаю, что вот это завышенные складские запасы могут быть хорошим маркером того, как у нас что происходит. Спасибо, 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 Лев. Может быть, когда есть вариант кратко, как добавить по этим всем показателям, можно ли на данный момент фиксируешь какую-то корреляцию с тем, что сейчас произошло? То есть, можно ли уже по имеющейся статистике за этот период какие-то вот пытаться сформулировать, какое действительно это влияние оказалось? Ну, не знаю, условно, рост классических запасов там ускорился в три раза. Или там ускорился на 5%. Есть ли какие-то вещи, где уже видна корреляция? У нас, к сожалению, много данных закрыто. То есть, там, если бы мы говорили не о Беларуси, то я бы сказал, что там самая первая вещь, которую вообще нужно смотреть, можно там смотреть сию минут, но это изменение количества и качества плохих кредитов. Но у нас, к сожалению, это такая не очень прозрачная статистика, мы не можем это видеть. Про складские запасы, здесь это скорее было не про политический кризис, а про общий экономический кризис. Складские запасы начали расти еще с коронакризиса. Государственные предприятия в меньшей степени подвержены именно политическому кризису. Насчет того, что можно смотреть уже сейчас, если корреляции, тут вопрос только в том, какие данные доступны лично вам. Часть данных у нас полуоткрыта, часть данных у нас закрыта совсем или открыта только для инсайдеров. Так что здесь не могу сказать. Но мы видим, что количество новых предприятий, в частности, увеличивается. У нас все еще есть прирост, но прирост значительно меньше, чем в прошлые годы. Один из таких показателей. Хорошо, Лев, спасибо. Тогда перейдем. Возможно, сперва я вам спросим, Вадим, я особо не про то, вырастет ли или упадет курс доллара. Уже поздно или еще рано. А спросим, у нас остается тот же вопрос. Может быть, какие это те показатели, которые еще не назвал Лев, зачем еще можно следить? И есть ли уже из этой слежки какие-то результаты, где можно какие-то корреляции провести? Добрый вечер еще раз. Я во многом согласен с Львом в том плане, что надо смотреть на какие-то опережающие показатели, которые нам могут дать представление о том, что же нас ждет в будущем. Дело в том, что экономика государства – это штука достаточно инерционная. И, грубо говоря, вот прямо сейчас в моменте можно почти-почти не разглядеть последствий политического кризиса и противостояния. Ну, чтобы смотреть на экономику в моменте, самый простой, обобщающий показатель – это ВВП. И нынешний ВВП, снижение по последним данным за сентябрь минус 1,3% к прошлому году, на самом деле нам вообще ничего не показывает. У нас такой интересный, насыщенный год. То есть вспомним, что до политического кризиса у нас было два месяца отсутствия поставок российской нефти. Потом начался коронакризис, которого у нас, как известно, не было. Но, тем не менее, он на нас влиял, по крайней мере, через торговых партнеров. И вот то, что мы видим по текущим показателям экономики, вероятно, тут больше влияние нефтяной войны и коронакризиса, чем политического кризиса. Более того, сейчас вот ВВП минус 1,3, в конце весны это было минус 1,7, минус 1,8. То есть получается, что сейчас экономическая ситуация получше, чем вот там накануне президентской кампании. Дело в том, что все это скажется, я думаю, позднее, примерно, наверное, в первом полугодии следующего года. Вот, ну, вроде бы такая очевидная вещь, это то, что произошло с курсом, ну, как тут не поговорить про курсы, да, то, что произошло с курсом в августе и какой заметный был отток вкладов в августе и рублевых, и валютных. Это уже в чистом виде последствия политического кризиса и потери доверия к институтам. С другой стороны, такой же скачок курса, если не чуть больший, у нас был в марте, когда, ну, зародилась вот первая паника по поводу пандемии. Окличить их, как бы, почти нельзя. Что касается оттока, да, отток вкладов, он есть, он продолжается, но в сентябре уже забирали из банков меньше, чем в августе, в октябре тоже продолжили забирать, но меньше, чем в сентябре. Внимательно надо, наверное, следить, если добавлять к тому, что уже сказал Лев, за нашими возможными заимствованиями, потому что в отсутствии новых заимствований может наступить, и, скорее всего, наступит долговой кризис. Ну, а вот что касается непрозрачности многих показателей, ну, вот один из таких непрозрачных показателей это директивное кредитование экономики, оно оформляется декретами для служебного пользования, но так или иначе эти цифры просачиваются через телеграм-каналы и так далее. То есть, вот чем больше будет этих директивных кредитов, тем тревожнее мы должны себя чувствовать. Спасибо, спасибо, Вадим. Действительно-то с этим поняли. Тогда движемся дальше. Татьяна Маринич. Наверное, да, вопросы и те же актуальны, и, возможно, да, вот со стороны, если следовать метафоре Льва, это думать как утка. У нас как раз через три дня, я знаю, начинаете в Семирном деле предпринимательство, поэтому, возможно, да, со стороны предпринимателей, со стороны частного бизнеса, может быть, таким акцентом посмотреть на то, как частный бизнес, наверное, тоже планирует свою экономическую активность, как он, в том числе, оценивает, на что ориентируется, когда оценивает политический кризис. Спасибо большое. На мой взгляд, вообще проблема политического, влияние политического кризиса на бизнес может измеряться в такой категории, как тотальная потеря доверия и бизнеса, и населения к институтам власти, к любым, в принципе, государственным институтам. И это действительно в долгосрочной перспективе чревато коллапсом экономики. Но если мы посмотрим на конкретные маркеры, которые отражают эту потерю доверия сегодня, не обязательно там производить некоторые исследования, для того, чтобы, в принципе, измерить потерю доверия. Можно просто обратить внимание на маркеры, которые уже коллеги сегодня называли, в том числе, естественно, снижение уровня депозитов, но в том числе, кстати, если говорить о доверии населения, это перевод рублевой массы, которая находится на руках людей, доллары. Если говорить о бизнесе, то, безусловно, в том числе, может быть, одной из самых мобильных частей бизнеса, IT-секторе, это значительный отток специалистов за рубеж. И сегодня мы уже тоже можем называть цифрой. Это тысячи людей, которые уехали в Украину, Литву, в соседние государства, в Польшу, это, к сожалению, крупные бизнесы и IT-бизнесы, и мелкие бизнесы стартапа, которые, в принципе, релакцируют не просто отдельных людей, но и целые офисы. Эти цифры тоже известны. Вот мы проводили как раз в октябре опрос о среде стартап-компании, и согласно данным этого опроса, 45% всех стартап-компаний уже приняли решение о релокации. То есть, ну, фактически это означает, что половина бизнеса технологического готова уехать из страны. Еще один маркер, безусловно, это заморозка инвестиционных проектов, которые там планировались, или неких текущих проектов со стороны бизнеса. Это приостановка инвестиционных проектов со стороны международных организаций, BRD, МФК, IFC, которые так или иначе строили планы инвестиционные в отношении различных субъектов хозяйствами белорусских. Это снижение международных рейтингов, в конце концов, потому что мы знаем, что уже агентство Standard & Poor's снизило кредитный рейтинг до негативного, и, собственно, возможно, еще и гораздо более серьезные последствия. Это все, мне кажется, как раз вот такие маркеры полной потери доверия со стороны бизнес-сообщества, населения, инвестиционного сообщества вот к тому, что происходит, то есть к системе власти действующей. И, к сожалению, на мой взгляд, это доверие уже не восстановить. То есть, что бы власть ни делала сегодня, хотя она, в принципе, и, наверное, и не делает, и, в общем-то, и не планирует делать, я имею в виду там какие-то стимулы, льготы и так далее, в общем-то, об этом даже речи не идет. Но я имею в виду, что даже если бы это планировалось, наверное, все-таки уже это доверие не вернуть. Да, спасибо. Спасибо, Татьяна. У нас такой взгляд. Ну что, тогда, да, как говорится, лазботн-энслист по этому вопросу Ирины Юзвак, наверное, выпало самое тяжелое, когда всегда в конце, когда все коллеги уже поназывали много всего. Поэтому, Ирина, есть ли что-то, что хотелось бы добавить, какой-то взгляд со стороны анализа, что это такое? Прежде всего, я бы хотела отметить, что экономический кризис в стране нарастал задолго до избирательной кампании. И, в общем-то, к выборам экономика уже находилась на отрезательной траектории. Год уже начался, если брать динамику последних лет по ВВП, то мы увидим, что год уже начался с падения экономики, к чему привело существенное сокращение помощи из России, которое началось в 2018 году, отсутствие контрактов на поставку калийных удобрений, падение нефтепереработки. В 2019 году темпы роста промпроизводства упали в 6 раз по сравнению с 2018. Были и другие проблемы, которые, как снежноком, нарастали. И, собственно говоря, год уже начинался очень плохо и не предвещал ничего хорошего. Ну и, собственно, когда в начале года на фоне рухнувших цен на нефть между Беларусью и Россией разразилась нефтяная война и в мире уже набирала ход эпидемия коронавируса, белорусский рубль вслед за российским начал ослабевать к евро и доллару и, соответственно, население пришло в обменники. Так у нас в марте случился первый валютный кризис. Далее эпидемия коронавируса подкосила наш экспорт и начались внутренние проблемы у бизнеса. Отказ от карантина, который был во имя во благо экономики и рост кредитования, который был, даже эти меры они не смогли обеспечить рост. И за первый квартал экономика упала на 0,3% по производству почти на 3%, а зелеры вообще на 20%. В апреле-май к этому добавилось падение потребительского спроса и когда государство пыталось стимулировать спрос, то, собственно, дополнительные рубли они тут же превращались в доллары. И политическая активность летом, она, в общем-то, уже давала понимание того, как сложатся результаты выборов и риторика, и действия властей способствовали тому, что уже до начала политической компании, не до начала, а до итогов политической компании бизнес замораживал инвестиции, повысил спрос на валюту, население также скупало валюту и забирало валютные вклады. Поэтому то, что случилось после выборов, оно усугубило уже имеющиеся проблемы и ускорило все эти негативные тренды. Поэтому, как и любой другой фактор, внешний, внутренний, который негативно сказывается на экономике, политический кризис тоже оказывает влияние на валютный курс, на золотовалютные резервы, на устойчивость и доверие в банковской финансовой системе. По оттоку депозитов, как уже было правильно замечено, есть ослабление тренда на отток и в октябре люди забрали уже в разы меньше. То есть здесь я бы сказала так, что когда более-менее стабильная ситуация с курсом происходит, то поведение несколько изменилось, даже несмотря на продолжающийся политический кризис. Но дополнительно про последствия политического кризиса я бы добавила следующее. Бизнес замирает, закрывается, релацируется. Все эти процессы, они скажутся на поступление налогов, на занятости, на спросе на товары и услуги, на экспорте и так далее. Обратите внимание, что стабилизировать ситуацию на валютном рынке удалось не за счет каких-то успехов в экономике, а только через существенное ограничение кредитования, жесткий дефицит рублевой ликвидности. А это значит, что нет инвестиций. Нет инвестиций, нет роста, нет спроса, нет роста. Рынок недвижимости, посмотрите, почти мертв. Количество сделок за октябрь практически на нуле. А нет сделок, нет строительства, далее по цепочке. Бюджет вынужден больше тратить на силовиков, на скрытую помощь госпредприятиям. Сентябрьские данные показывают всплеск кредитования госпредприятий. Выросли издержки обслуживания и выплаты госдолга. Соответственно, идет переформатирование бюджетных расходов. Значит, меньше денег пойдет на строительство, на инфраструктуру, на социальную сферу и так далее. В целом, очень важно общая депрессия. Это падение производительности труда, это замедление темпов, токсичность страны, с которой тоже мало кто хочет общаться, и наши клиенты, партнеры, некоторые говорят уже о таких фактах, когда контрагенты иностранные задают постоянно вопрос, а вы точно сможете осуществить эту поставку, а точно платежи будут проходить нормально, а точно, то есть, опять же, все это возможно может привести к тому, что иностранные контрагенты будут искать других поставщиков. Соответственно, это тоже влияние на экспорт. Ну и когда нет возможности рефинансировать госдолг, когда никто в долг не даст, значит, государство будет изыскивать способы внутри страны, но это значит, что за счет частного бизнеса, за счет более-менее прибыльных госпредприятий будут предприниматься попытки залатать дыры и где-то что-то перехватить. То есть, проблемы в целом в системе, они будут углубляться по всем фронтам и по всем этим показателям, поэтому каких-то конкретных показателей нет, все нужно рассматривать в системе. Тот же ВВП за счет административного повышения индекса дефлятора с июля месяца мы видим, что идет просто административное повышение показателя ВВП и соответственно мы не можем на него ориентироваться. Разгрузили склады, как мы видим в последние месяцы, тем не менее, опять же, можно ли говорить о финансовой устойчивости предприятий, потому что по косвенным признакам мы можем видеть, что они здесь разгрузились, а загрузились где-то в другом месте. Поэтому какие-то конкретные показатели отдельные рассматривать сложно, они могут ввести в заблуждение, все нужно рассматривать в системе. Спасибо, не могу полностью согласиться с сайтом, что рассматривать в системе это однозначно очень важно. Тогда, мне кажется, с показателями мы многое сейчас увидели. Тогда хотелось бы, в принципе, сейчас уже немножко начали затрагивать в своих выступлениях наш второй вопрос, и вот я сейчас бы это говорила, и Вадим Ёсуп тоже сказал с первого года. Но действительно, наверное, сейчас многие, кто-то с затраганием и ужасом, кто-то с надеждой ждут какого-то часа чек, когда русская экономика как-то совсем рухнет. Но хотелось бы, наверное, тоже разобраться с этим для большего понимания. А в чем, собственно, это будет выражаться? Что можно считать вот таким часом че, ну, собственно, кроме непосредственного уже объявленного дефолта? Что еще так может быть? То есть, глядя на какие вещи, мы сейчас на многое глядя можем заговорить о негативных тенденциях, глядя на что, мы можем сказать, что, в общем, час те уже однозначно наступил, и уже белорусская экономика, в общем, если не в дефолте, то вот на его там, на грани буквально в ближайшее время. Что этим собственно очевидный вопрос, а через какое время это может наступить? Через какое время все будет вот совсем в таком преддефолтном состоянии? Давай тогда, не знаю, может быть, продолжим в том же порядке спикеров, какой у нас сейчас был, когда Лев, какие ожидания? Ну, я бы сказал, что никакого часа че нету, то есть, может быть, много событий, много кризисов, мы вряд ли дойдем до голода, экономика будет уменьшаться, где-то, может быть, более быстрыми темпами, где-то более медленными, но там, как мы видим по примеру какой-нибудь Венесуэлы, где были допущены все возможные экономические ошибки, у них заняло очень много лет на то, чтобы дойти до ситуации, и очень много усилий на то, чтобы дойти до ситуации, когда силовиков премируют туалетной бумагой. У нас то же самое, то есть, даже дефолт, это не совсем час с чем, это не означает, что вот сегодня объявляется дефолт, а завтра мы выходим на улицы, и половине страны нечего есть, и негде жить. Думаю, что если что-то и может быть кандидатом на какие-то такие точки бифуркации, то это различные виды резких кризисов. Самый близкий нам, я боюсь, это начало какого-то острой фазы кризиса неплатежей. Мы уже живем в экономике сколько, два или три месяца, где практически не выдаются кредиты частным предприятиям, государственным предприятиям, вот как раз какие-то кредиты директивные выдаются. Но банковская сфера существует не просто так, конечно, ее основное назначение это конвертировать наши сбережения в инвестиции, но еще одна важная роль банков это смазывать, так сказать, всю систему капитализма, когда у какого-то предприятия могут быть локальные проблемы с ликвидностью, банки смогут подстраховать это предприятие, предприятие заплатит своим контрагентом, все будет продолжаться как и было, а через какое-то время предприятие расплатится с банком. Сейчас мы лишены этой опции, каждое предприятие осталось само по себе, частное предприятие, и думаю, что мы можем стоять где-то не очень далеко от кризиса неплатежей. Дефолт, я думаю, гораздо более отдаленная перспектива, тут, конечно, надо говориться, что в нынешней ситуации в Беларуси горизонты планирования сильно сжались, говоря, что дефолт это более отдаленная перспектива, я имею в виду, что я не ожидаю дефолт в ближайшие полгода, скажем так. А кризис платежей, чтобы уточнять оценочные категории, вот ближайшие, мы говорим о днях, о неделях, о каком отрезке времени? Никто не знает, в всяком случае, не знаю я, так как я не вижу реальной ситуации на предприятиях, но думаю, что здесь речь может идти о ближайших месяцах. Опять же, вопрос в том, что происходит в реальном секторе, мы мало этого видим, недостаточно. О дефолте, я думаю, пока что речь не идет, у нас все еще сохраняется значительный для Беларуси по белорусским меркам уровень ЗВР, несмотря на все расходы на поддержание курса рубля. Нам, вероятно, не будут бежать с распростертыми руками предоставлять какие-то огромные новые кредиты из России, но если речь будет идти о дефолте, то здесь, я думаю, это какая-то будет новая переговорная точка, так как наш главный кредитор это и есть Россия, соответственно, там уже будут вестись разговоры о том, чтобы дать Беларуси какое-то количество денег, чтобы именно оттянуть дефолт, оттянуть тот момент, когда мы объявим Россию нашему единственному последнему союзнику, о том, что мы не будем платить им по долгам. пока что мы видим, сейчас ЗВР в меньшей степени используется для поддержания курса рубля, в большей степени используется механизм закручивания рублевой ликвидности, соответственно, и наши ближайшие риски, я думаю, будут связаны именно с этим. Что еще может произойти? Думаю, из таких резких скачков наверное ничего в ближайшие несколько месяцев мы не должны ожидать. Тут опять же есть какие-то возможно политические вопросы, если вдруг Владимир Путин как-то решит, что Александр Лукашенко его очень сильно обидел, то, конечно же, Владимир Путин может устроить любой резкий скачок для белорусской экономики, который вы можете только представить. Это и условное изъятие капиталов, российских капиталов из белорусских банков, и какие-то приостановки импорта белорусских товаров, как это когда-то происходило с белорусской молочкой. Так что политические перспективы какого-то отдельного кризиса, созданного вручную, мне неизвестно, тут надо спрашивать у политологов или психологов, которые оценивают личное взаимоотношение Владимира Путина и Александра Лукашенко. Да, спасибо. Спасибо, Лесу. Психологов мы точно пока не приглашали, хотя, возможно, дойдет до того, что спиртный клуб надо будет проводить с психологами, кто знает. Хорошо. Вадим, какие версии? Уже поздно или еще рано все-таки? Ну, у меня в ответе на этот вопрос будет как бы две части. Одна часть экономическая, вторая часть, наверное, политэкономическая. Ну, и, наверное, начинать надо как бы с ликбеза, да, все ожидают дефолт, кто-то с опасением, кто-то с надеждой, но, может быть, не все, кто не является экономистом, да, точно понимают, что это за термин. Ну, используют просто как синоним там какого-то кризиса, очень плохо, все пропало и так далее. На самом деле дефолт имеет такое очень простое определение, да, это не платежи по обязательствам. Тут иногда может, если человек с этим разобрался, да, может возникнуть встречный вопрос, да, вообще, а что плохого в дефолте, да, при дефолте пострадает кредиторы, которые не получат назад своих денег, да, а нам-то, вот, населению, там, что от этого, да. Но, на самом деле, дефолт это очень часто плохо и для населения. если у государства заканчивается валюта в резервах, чтобы платить по внешним валютным долгам, если эту валюту не удается перезанять, рефинансировать, то вот перед объявлением дефолта последний источник валюты это внутренний рынок, да, то есть пытается государство просто печатать рубли, покупать на внутреннем рынке валюту, чтобы отдавать долги, пока получается. Это означает очень сильную девальвацию, в свою очередь, это означает очень сильную инфляцию, то есть это как раз таки вот такие штуки, которые все почувствуют на своем кармане. Говоря о том, когда вот такой дефолт может случиться, ну вот смотрите, самая грубая прикидка, нам в год нужно примерно на обслуживание, ну точнее, на погашение и обслуживание внешнего долга, грубо, порядка трех с половиной миллиардов долларов. Сейчас у нас в золотовалютных резервах чуть больше семи миллиардов, семь и три миллиарда, то есть если вот смоделировать такую ситуацию, что мы ничего не рефинансируем, нам больше никто ничего не дает, и при этом мы не тратим резервы на какие-то иные цели, то вот мы можем просто вот два года отдавать долги и их обслуживать до того момента, когда ЗВР у нас кончится. Ну, конечно, там есть свои тонкости, потому что в ЗВРах кроме валюты есть золото, которое надо еще продать и так далее. Ну, вот совсем такая грубая оценка, вроде как на два года у нас этих резервов хватает. Но при этом эта оценка учитывает, что мы не тратим на другие цели, если на самом деле будут набеги на валюту, набеги на обменники, то часть резервов будет продаваться внутри страны и, соответственно, эти резервы закончатся раньше. Вот второй момент такой уже, наверное, экономико-политический. опять же, очень многие люди связывают вот слово дефолт или какой-то глубокий кризис с тем моментом, когда мы победим наверняка окончательно существующий режим. К сожалению, прямой связи здесь я не вижу и даже, чтобы не объяснять почему, по каким причинам, да, проще обратиться к примерам. Тут уже прозвучал пример Венесуэлы. Можно сюда добавить Северную Корею, то есть, когда ситуация глубочайшего экономического кризиса, глубочайшей нищеты, но это не мешает режиму, как бы, опираясь на силовиков, оставаться при власти. Можно вспомнить такой пример, как Иран, к которому внешний мир, западный мир применял жесточайшие санкции, начиная от эмбарго на поставку нефти, заканчивая отключением большей части иранских банков от SWIFT, то есть, по сути, самое мощное экономическое воздействие. Пока как бы иранцам от этого безусловно хуже, там очень серьезная девальвация местной валюты, но как бы, чтобы от этого пострадал иранский режим, мы не видим. Поэтому я бы предложил отказаться от такого упрощенного взгляда, что давайте приблизим дефолт и так победим. да, спасибо, Вадим, я думаю, как раз в следующем вопросе у нас будет возможно обсудить все эти вопросы внутренней экономической войны противоречивые. Наверное, Татьяна, опять же, может быть, с точки зрения бизнеса, какой час чья? То есть, наверное, я так сильно не буду чем-то местным, я сильно подозреваю, что, наверное, владельцы, например, крупных компаний и сильно подозреваю, что они очень на это смотрят, наверное, видя перспективу того же дефолта, наверное, как-то перед этим будут хотеть как-то изменить ситуацию заранее, до того, как уже все, собственно, случится. Поэтому, как смотрит бизнес на вот такие часы чья и что тут ключевое? Да, я тоже отношусь к вот этому некому часу чья, как, скорее всего, к некой утопии все-таки, да, мне кажется, что, скорее, возможен сценарий действительно плавного снижения экономических показателей, плавного отъезда бизнеса и закрытия ряда компаний, которые уже происходят. И вот если мы говорим о том, как бизнес готовится к этому часу, чем, вот так бизнес и готовится. Бизнес, тот, который хочет сохранить бизнес, он уезжает, просто потому что, ну, очевидно, в Беларуси в тех условиях, которые есть, вести бизнес нормально, обеспечить функционирование сотрудников в обычном режиме невозможно, соответственно, эти шаги уже предпринимаются. Теперь давайте представим, ну, вот, все-таки некую утопию, да, когда я сейчас говорю о частном секторе экономики, который все-таки по разным показателям достигает почти 50% всей экономики, да, допустим, в занятости это, там, 35% всех, всего трудового населения часто сектор обеспечивает, доля ВВП, опять же, ну, тут, что мы считаем, частным бизнесом есть разное измерение, тем не менее, доходит 50%. Вот давайте представим некую утопию, когда в один момент весь этот частный бизнес закрывается. Вот на самом деле, если мы говорим о внутреннем факторе, не о внешнем факторе, о внешнем факторе, уже коллеги говорили, это действительно и презентование, фактически донорские, донорское финансирование со стороны России, прежде всего, Китая, того же, да, вот это донорское финансирование, оно, скорее, в политической плоскости, естественно, вот этот част ч, наверное, может когда-то наступить, если внешний и внутренний фактор совпадет, то есть, условно, Россия перестанет кредитовать, а весь частный бизнес закроется, потому что, когда мы говорим о государственном бизнесе, вот это второй половинки, да, там ситуация такая, что там есть два направления, калийное и азотное удобрение, которое действительно что-то приносит государству, и тоже во многом мы здесь зависим от внешних игроков и внешнего влияния. Зурбежные компании могут просто отказаться от поддержки режима через закупки калийных удобрений условно в Беларуси. Ну, это тоже несколько утопичный, но тем не менее, вот давайте представим этот сценарий. Соответственно, что остается в государственном бизнесе? В государственном бизнесе остается абсолютно нефункционирующий бизнес, то есть я имею в виду, что никакого значения для экономики работают эти предприятия или они не работают, совершенно нет. Вастует рабочий или не вастует экономический эффект нулевой, потому что все остальные предприятия фактически существуют за счет государственных дотаций, которые государство способно инвестировать в эти предприятия за счет, опять же, внешней поддержки. И, соответственно, частный сектор, который, вот, вы знаете, есть, можем представить чашу весов. То есть, конечно, как любой собственник бизнеса, изначально мы вообще отрицаем возможность закрытия своего предприятия, потому что, естественно, собственник несет ответственность за себя, за свою семью и за своих сотрудников. Так, и вот, как бы, эта чаша, она очень тяжелая. Она перевешивает все, что мы можем положить вот на другую чашу. Там, кризис, трудности, да, и, как правило, всегда вот эта чаша ответственности собственника, она была тяжелее. Но если вы по капельке будете на другую чашу, то есть, государство будет там добавлять в виде убийств граждан, в виде там ареста сотрудников, в виде и вот много очень этих капель, то вот в один прекрасный момент, или не очень прекрасный, эта чаша может перевесить, и собственник, в конце концов, может принять решение о закрытии бизнеса, действительно. Если это случится одномоментно, 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 условно. Тех, кто не спикер, выключить микрофон, чтобы не вырабатывать голоса, спасибо. Да, и вот если это случится одномоментно, или более-менее там, бизнес проявит некую солидарность в определенный период времени, то экономика Беларуси фактически отвалится на треть, если не наполовину. Вот это вот достаточно, с одной стороны, утопичный прогноз, но с другой стороны, опять же, все зависит, сколько капелек упадет на эту чашу. Мне кажется, вот как раз вчерашний случай и сегодняшнее настроение, абсолютно полная депрессия и страх многих людей, они вот эту чашу уже переполняют. Поэтому я все-таки не исключаю того, что частный бизнес может говорить о закрытии своих компаний. Мы видим уже примеры в сфере обслуживания, рестораны, многие магазины закрываются. Да, Татьяна, спасибо. Действительно, наверное, есть разные решения бизнеса, наверное, в разных сферах по-разному кто-то выглядит. Ирина, какой ты еще можешь сказать, что действительно есть ли какой-то частей, или, возможно, частей, можно, не представляя его как некое одно событие, а скорее может быть, да, может быть, как какие-то показатели, индикаторы, глядя на которые, там, здесь я бизнес и люди могут принимать решение, что все, это уже последний звоночек. Вот я, например, так сегодня наблюдал, когда некоторые люди смотрели на то, что делает данный холдинг с активами и говорили, все, если данный выводят деньги, значит, точно все плохо, все скоро накроется. Для них это было показателем. Понятно, это вещь субъективная, но какие еще могут быть вещи, которые более или менее убедительно являются маркерами приближающегося часа чека? Вообще, почему-то тема возможного дефолта, она в последнее время из разных источников в виде вопроса ко мне приходит. не знаю, с чем это связано, со страхом или с надеждой, как правильно сказал Вадим, но я бы вообще, скажем так, на эту тему не стала бы, во-первых, очень сильно ее муссировать, объясню, почему. Я считаю, что акцентировать на ней это вредно для, скажем так, будущего построения новой Беларуси, потому что что там как-то там причины, последствия нюанса забудутся, а само слово дефолт, оно будет висеть в воздухе и просто так оказывать негативное влияние. Что касается вывода активов, опять же, это если у вас есть инсайт, то этим надо следить за этим, потому что уже когда доходят слухи до общественности, это уже очень устаревшая информация и ориентироваться на нее уже поздно. Говоря про основные ориентиры, конечно же, это уровень золотовалютных резервов. Сам Национальный банк определил этот уровень как 7,3 миллиарда долларов, то есть это критическая отметка. Напомню, что поступления валюты от экспорта услуг у нас упали почти на 10% в этом году, товаров на 17%. Напомню, что заимствований нет ни на внешних рынках, ни на внутреннем. Госдолг за 9 месяцев вырос на 27% и составляет сегодня 57 миллиардов белорусских рублей. Из него внешний госдолг составляет 17,6 миллиарда долларов. Ну, а весь госдолг сейчас составляет 35,3% от ВВП, а внешний госдолг это 28,7% от ВВП. если исходить из формулы расчета этого соотношения, то очень важную роль играет превышение реальных ставок заимствований над темпами роста ВВП. Поэтому понятно, что при отрицательной динамике ВВП даже низкие ставки заимствования не все равно для страны представляют угрозу определенную. Дальше, если финансовые рынки начинают сомневаться в будущей платежеспособности данного правительства, то для такого правительства реальные процентные ставки очень быстро идут вверх. И это дополнительно ухудшает перспективы платежеспособности страны. Ну и, конечно же, курс национальной валюты для тех стран, которые заимствуют не в своей валюте, а в долларах или евро, это тоже очень важный фактор, потому что ослабление валюты повышает долговое бремя. В основном в мире уровень соотношения валового госдолга к ВВП ниже 60%, считается безопасным. Но в мире есть примеры, когда долговые кризисы случаются и при более низком уровне, и даже на фоне, когда задолженность снижается в страны. Это было в Сербии, и, например, такая же картина наблюдалась в Украине в 2008 году. То есть, помимо этого всего, есть множество факторов, которые влияют на возможность дефолта. Каждая страна, исходя из нюансов заимствований этих состояний экономики и так далее, нерезиденты в госдолги или кто владеет госдолгом, исходя из множества факторов, каждая страна определяет этот безопасный порог, исходя из своей ситуации. В Беларуси в свое время было принято допустимое значение экономической безопасности внешнего госдолга КВВП в пределах 25%. Но, напомню, что сейчас он составляет 28,7%. Но вот как раз таки после кризиса валютного 2014 года как-то про эти 25% забыли и больше про них никогда не упоминали. очень важный фактор еще это показатель, который мы считаем, это отношение платежей по погашению внешнего госдолга и его обслуживанию доходом республиканского бюджета. Значит, за 9 месяцев этого года по внешним долгам мы заплатили где-то 2,5 миллиарда долларов и 5,5 миллиардов рублей. Доходы республиканского бюджета при этом 16,5 миллиардов рублей. То есть, грубо говоря, у нас отношение платежей получается около 30%. Это очень много. Значит, пик у нас был в 2014 году, это соотношение было 40,5%. Дальше оно постепенно снижалось. В 2017 году было 16,5%. То есть на нормальном безопасном уровне, но тогда, напомню, был профицит бюджета. Поэтому это тоже угроза. Но будет час икс или не будет, какой фактор или факторы станут определяющими, сказать очень тяжело. Стоит России вновь оказать поддержку, все изменится. Отток депозитов в октябре сократился, вроде бы все затихает, но, например, в ноябре приняла власть такие решения, когда директивно изъяли с карточек помощь, которая пришла людям. То есть это может вызвать очередной всплеск недоверия к банковской системе, соответственно, может вырасти, вновь вырасти отток депозитов, может вырасти спрос на валюту, ну и, соответственно, это очень больно ударит по курсу, золотовалютным резервам и так далее по всем тем факторам и составляющим, которые я выше назвала, которые уже влияют на платежеспособность страны и возможности выполнять свои долговые обязательства. Достаточно людям единомоментно запросить на полтора миллиарда валюту и все, это будет крах. Достаточно России перечислить Беларуси оставшиеся обещанные миллиард долларов или даже хотя бы 500 миллионов, уже опять же чаша весов качнется в другую сторону. Поэтому это очень сложная история и здесь нужно быть, наверное, не знаю, может быть, Нострадамусом или Вангой, но назвать час Че и даже период, в котором может все случиться и сказать, что может это случиться, это невозможно. Да, спасибо, Ирина. Я записываю, значит, кого нам надо позвать в следующий раз на экспертно-аналитический клуб. У нас уже есть психологи, уже, видимо, астрологи должны быть. Ну, ситуация идет к тому, что скоро, в общем-то, спиритические сеансы будут очень в тему. Может, это бы дополнительное заседание со спиритическими сеансами, это было бы интересно. В каворкинге в психиатрической больнице. Видите скоро на ваших экранах. В общем, да, будем перепрофилировать некоторые помещения при спиритических сеансах, всего такого. Да. Ладно, на этом фоне давайте действительно перейдем к следующему вопросу, который, как мне кажется, он так несколько сочетает в себе вопросы, да, не только экономические, политические, даже немножко и вопросы моральные. это вопрос действительно высказал внутренней экономической борьбы, потому что, наверное, в любой другой ситуации, для любой другой страны достаточно парадоксально было бы то, о чем мы сейчас достаточно консенсусно говорили, что кто-то ждет с дефолта с ужасом, а кто-то с ужасом, с надеждой. Наверное, редкий случай, наверное, в мировой истории, когда люди могут, кто-то может с надеждой ждать дефолта своей страны. И действительно это вопрос во многом информационной политики, того, как это подается, и действительно, как правильно отмечали, когда там между дефолтом, например, сменный режим оставят знак равенства, что, как мы видим, часто совсем не обязательно так. Ну, действительно, надо поговорить о том, что вот эти элементы экономической борьбы, они предлагаются очень разные, начиная от каких-то, например, как мне, может быть, мне экономисту кажется, очень лайтовых версий вроде создания черных-белых списков товаров, когда там можно, значит, в магазине быстренько в приложении проверить, какую молочку покупать, а какую не покупать, до таких достаточно, я бы сказал, кубальных проектов вроде вот приложения по платформе альтернативной цифровой экономики и digital solidarity, где люди могут, значит, там такие прямые какие-то потребности осуществляются и, в общем, максимально, ну, говоря простым языком, от налогов уходить вообще-то. Ну, и, конечно, туда все такие методы прямого давления, вроде там призывов снимать деньги, призывов менять деньги, срочно снимать вклады, в общем, ронять банковскую систему как можно скорее. И, наверное, хотелось обсудить, какие, в принципе, из этих методов они, ну, помимо вот, все вопросы даже не морально, а в том, какие из них действительно наиболее могут быть болезненные для экономики, в принципе, независимо от того, как там, то есть, можем оценивать, что это хорошо, там, и нужно, скорее рушить экономику, и это правильно, или можно сказать, что это очень плохая идея, и ее не нужно рушить, и это неправильно. Но, в принципе, независимо от этого, хотелось бы понять, какие, в принципе, методы с точки зрения людей могут действительно серьезно на экономику влиять. от того, что люди перестают покупать какую-то молочку одной фирмы или другой наиболее активной частью, вероятно, это не кардинально влияет, хотя, может, и не прав. Так вот, какие все-таки есть методы, может, из предложенных, а может, из новых, какие действительно могли быть наиболее серьезным, вот таким прямым, прямым сознательным влиянием людей на экономику? Наверное, продолжаем в том же порядке. Лев, какие есть варианты? Ну, тут смотря, чего мы хотим добиться. В целом, из того, что действительно там больнее всего может ударить по экономике, это, наверное, вот коллективное влияние людей на обменный курс, давление на обменный курс. Мы видим, что здесь действительно государство очень озаботилось центральный банк тут, правда, сработал довольно профессионально, но я думаю, что если говорить о наших каких-то ближайших проблемах, то они могут сходить именно из-за этого. Тут еще дело в том, что мы не можем себе, экономика не может себе позволить допустить какое-то еще дополнительное падение обменного курса, так как у многих предприятий и у многих, особенно, на государственных предприятиях, кредиты тоже взяты в иностранной валюте. То есть здесь не сработает, как в других странах, где опускается обменный курс, все зарабатывают чуть меньше, но и расходы у них тоже уменьшаются. У нас при опускании курса люди будут меньше зарабатывать, при этом часть компании перестанет мочь платить по своим долгам. Еще такие меры, которые люди, мне кажется, недооценивают, которые у нас не были использованы. Буквально месяц или два назад приезжала норвежская компания, к сожалению, забыл, как она называется, кажется, Яра, главный, один из главных покупателей белорусского калия. Норвежские компании, как и многие настранные компании, заботятся о своем имидже, она была обеспокоена плохим отношением Беларусь-калия к своим рабочим, запугиваниям и так далее, но они в своем официальном отчете сказали, что они приехали в Солигорск, не увидели там никаких особых нарушений прав рабочих и запугиваний, и с этими хорошими вестями они вернулись к себе в Норвегию. Здесь какое-то влияние на таких международных игроков могло бы быть неким золотым решением. Вот почему. Собственно, какое-либо влияние на такие международные компании не обозначало бы, что белорусская экономика сразу рухнет и они перестанут покупать белорусские калийные удобрения. Это бы означало, что в ситуацию вмешивается еще один игрок с сильной позицией, который бы, возможно, смог убедить, например, власти некоторых предприятий вести себя со своими рабочими по-другому и идти на диалог с рабочими. То есть здесь это бы играло в какую-то переговорную позицию, нежели чем назвало маме отморожил уши. Какие еще экономические меры возможны? Они зависят от того, какое количество людей будет активно вот эти меры применять. Вообще экономический протест это довольно редкая в мировой истории ситуация. Почему? Потому что он действенен только, когда действительно абсолютное большинство населения согласно с каким-то доводом и согласно что-то делать, возможно, ограничивать себя в потреблении тех или иных товаров и так далее. Насколько в Беларуси есть такой консенсус, сложно сказать. Действительно, вероятно, большая часть общества так или иначе поддерживает протест, но готова ли большая часть общества отказаться от Саушкиного продукта, мы не знаем. Мы видим, что действительно довольно много людей готовы изымать свои депозиты. Это не только по политическим причинам, здесь уже это как самосбывающееся пророчество, когда много людей бежит в банк изымать свои депозиции, разумно бежать за ними, неважно согласны вы с действующей властью или нет, просто потому что вот эти впереди бегущие могут обрушить этот банк до вас. Так что посмотрим. Думаю, что какие-то из этих инициатив могут работать. здесь вот, как говорила Ирина, по другому поводу, нужно смотреть на совокупность факторов. Какое-то небольшое давление из десяти разных точек, там, условно, если на савушкином продукте и рабочие будут требовать как-то обеспечения своих прав, и продажи будут снижаться из-за того, что люди будут использовать приложение крама и будет увеличиваться долг по выплачиваемым кредитам из-за того, что курс доллара будет подрастать. Вся совокупность таких факторов может на что-то повлиять. Ну, будем смотреть. Да, спасибо. Наверное, Вадим, насколько по камере у меня сложилось впечатление, может быть, неверное по Фейсбуку, что ты скорее критически настроен к таким экономическим методам Болембы и скорее ближе к позиции на зло маме лучше отморожу. Но в любом случае, да, тогда в таком случае скорее вопрос, какие методы кажутся наиболее опасными и рискованными и могут нанести больше, более опасный урон может так сформулировать. Я начну с того, что я не то, чтобы критично отношусь к этим методам, скорее я критично отношусь к их эффективности. При этом я, наверное, не стал багетировать ничем подобным не заниматься, от всего этого отказаться, потому что как минимум символическое значение это имеет, как минимум это является элементом проявления каких-то солидарных действий, да, и может вот принести какую-то, ну, что называется, психотерапевтическую пользу, да, всем нам, как говорится, не одним же кацам. но при этом действительно надо как бы четко понимать цели, которые мы хотим добиться и с точки зрения этих целей часто призывы выглядят действительно нерационально, да, ну, например, хотим вроде бы сделать хуже режиму, делаем какие-то черные-белые списки хороших и там плохих предприятий, но при этом надо понимать, что основной налог, который собирает со всех нас государство, это НДС, да, налог с оборотом, когда мы что-то покупаем и у плохого предприятия, и у хорошего предприятия, если мы перестанем покупать у плохих, будем покупать у хороших, в тех же объемах свой НДС государство с нас получит, да, потом, даже если мы хотим наказать некоторые конкретные предприятия, например, в сфере той же молочки, если понять структуру их продаж, что, например, кто-то, грубо говоря, продает там 90% своей продукции в Россию, а 10% на внутреннем рынке или регулируемым ценам, да, но эти предприятия могут быть только рады от того, что будут меньше продавать здесь, например, а больше в России, то есть какого-то экономического эффекта можно не достичь. Действительно, тут прав лев, хороший эффект виден вот в ситуации с банковской системой, когда население покупает валюту или когда население выносит свои депозиты, но тут действительно, как уже было упомянуто, имеют место такие психологические факторы, то есть, наверняка они это делают не потому, что кто-то их к этому призвал в каком-то телеграм-канале, а просто это делается даже, наверное, не столько на зло государству, сколько на пользу себе, боясь, что деньги в банках пропадут или боясь, что вдруг курс вырастет, а я не успею купить валюту. При этом, даже вот при таких действиях надо четко понимать, что, ну, конечно, может быть, плохо прозвучает фраза, что мы и режим находимся в одной лодке, да, но с точки зрения экономических последствий, если мы, например, зарабатываем в рублях, ну, большая часть белорусов зарабатывает все-таки в рублях, то как-то искусственно увеличивая курс валюты, мы вроде бы государству ущерб наносим, государству сложнее валютные долги обслуживать, да, но при этом мы становимся беднее. Если мы пытаемся, там, не знаю, сделать набег на вклады, то есть, там, наказать банковскую систему, ну, надо быть готовым к тому, что, ну, если действительно эта система рухнет, мы добьемся желаемого, да, то те, кто добежал быстрее, заберут свои вклады, те, кто не может бегать во всю мощь, да, добежал позже, свои вклады уже не заберут. Если к этому как бы морально готовы, ну, окей, вперед. Если же говорить о действительно каких-то действенных методах, ну, добиться на, скажем так, добиться согласованных действий граждан в высоком, как бы, высоком проценте, да, вот, что касается таких акций, если это не касается покупки валюты и набеги на банки, да, мне кажется, достаточно сложно. То есть, ну, я оцениваю число тех, кто придерживается каких-то списков, кто там пытается не платить за услуги ЖКХ и так далее, ну, оптимистично это единицы процентов. Хорошо это или плохо, другой вопрос. Ну, явно это малодейственный способ. Более действенными были бы действительно какие-то действия с внешних рынков, да, со стороны внешних контрагентов на самые болезненные важные точки. Уже здесь упоминались калийные удобрения, еще более важный это может быть экспорт нефтепродуктов, но и тут все как бы сложно. Я бы, наверное, хотел тут немного льва поправить. Норвегия не крупнейший покупатель, да, даже не в числе крупнейших, там, по-моему, идет сначала Китай, потом идет Индия, потом Бразилия, ну, где-то там за ним идет Норвегия. Что интересно, я думаю, что Китай и Индия при любых условиях калий покупать будут, то есть даже если какой-то эмбарго объявит Евросоюз, США, они к подобным вещам не присоединяются. Пример того же нефтяного эмбарго в отношении Ирана, да, это никак не повлияло на желание Китая и Индии покупать у них нефть. Нефтепродукты в основном идут у нас в европейском направлении, да, но и тут не так все просто, они идут через трейдеров, которые могут быть, по сути, завуалированы белорусские или российские, нефтепродукты, то есть как-то в европейском направлении сократить покупку белорусских нефтепродуктов мне кажется сложно. Один из крупных покупателей белорусских нефтепродуктов это Украина, но Украина, наверное, тоже не такой большой выбор, у кого эти нефтепродукты покупать, поэтому и какого-то эмбарго с их стороны ждать сложно. Поэтому, к сожалению, вот каких-то действенных рецептов, которые а, будут эффективными, б, сработают, наверное, сейчас ждать не готов. Да, спасибо, понятна позиция. Наверное, Татьяна, опять попробуем, может быть, с точки зрения бизнеса, можно считать заметным влияние всех черно-белых списков, или это скорее развлечение активистов, ну, а в случае поддержки, как там было, с той, разгонной кофейней, насколько это становится массово, или это, опять же, такие, скорее, эмоциональные проявления, там, сегодня их разгромили, сегодня поддержали, а про них забыли, или это конвертируется в какую-то долгосрочную лояльность клиентов? Да, спасибо большое за вопрос. На мой взгляд, пока вот все действия, которые предпринимаются со стороны частного сектора экономики, будь то бизнес, или сотрудники, которые работают в на конкретных частных предприятиях, пока на самом деле серьезного эффекта, экономического эффекта они не имеют. Ну, вот, как вы сказали правильно, абсолютно, во-первых, это единичный случай, все-таки пока, и если бы мы все-таки хотели говорить о каком-то знаковом экономическом эффекте, все-таки нужно говорить о значительной части экономики, частного бизнеса, который принимает одномоментное участие в этих акциях. С другой стороны, сила всех этих акций все-таки в том, что они являются децентрализованными. Уже упоминалось здесь о том, что люди там не идут снимать свои вклады по указке телеграм-каналов, но я бы сказала, что и бизнес по указке телеграм-каналов тоже никто не закрывает. Все-таки и там речь идет не только о закрытии бизнесов, но и когда, допустим, сотрудники тех же IT-компаний выходят и ображают солидарность с бастующими и так далее. Все эти действия, они так или иначе исходят от самих людей и в этом, в общем-то, сила белорусского протеста. Скорее, она имеет не экономический, а моральный, психологический эффект, эффект солидарности. Что нужно для того, чтобы эта солидарность вылилась в какую-то серьезную экономическую угрозу. Ну, я уже говорила о том, что пока, наверное, скорее это утопия, но вот, на мой взгляд, если бы большая часть бизнеса в какой-то одномоментный период приняла решение о закрытии, о закрытии своих предприятий, наверное, это было бы и имело действительно серьезный экономический эффект. Почему? Потому что все-таки, как мы говорим, бизнесы, сегодня частный сектор платит, в общем-то, половину всего бюджета, да, то есть дает половину всего государственного бюджета. Это значительные цифры. Закрытие предприятия означает отказ от уплаты налогов, собственно, которые идут на поддержание всей вот этой милитаристской системы, которая, собственно, связана сегодня с насилием над теми, кто так или иначе выражает свой протест. С другой стороны, какой экономический эффект не с точки зрения влияния на налоговое поступление и бюджет, а с другой стороны, мы уже тоже говорили, частный бизнес является поставщиком рабочих мест значительной части белорусской экономики. И вот когда все эти люди окажутся на улице по той простой причине, что предприятия закрыты, это, мне кажется, окажет серьезный такой эффект на то, что, ну, к сожалению, у наших людей нет больших запасов на то, чтобы они могли себе позволить уйти с работы или оказаться уволенным и пожить так, взять год и пожить где-нибудь еще на сбережение. У большей части населения таких возможностей нет. Соответственно, куда эти люди пойдут, эти люди пойдут на улицы. И вот это плохой сценарий для всех нас, но я не согласна с тем, что вот эти плохие сценарии мы здесь плывем в одной лодке с государством. Мы не должны плыть в одной лодке с государством и вообще вот эти мысли и вот эти параллели, мне кажется, очень важно от тебя убирать. Потому что, как только мы начинаем плыть в одной лодке с государством, у нас появляется вот это ощущение страха и фактически беспомощности. Мы не можем сделать ничего. Мы считаем, что почему-то дефолт государства это дефолт страны. Нет, это не дефолт государства, это дефолт государственной экономики. Это невозможность государства продолжать совершенно верно оплачивать свои счета. Это означает, что на месте этой страны возникнет новая экономика. Это означает возможность для всех тех людей, которые готовы перебороть свой страх. Я сейчас говорю о бизнесе. Почему человек, который выходит на протест, он может преодолеть свой внутренний страх, И он идет, понимая, что его могут задержать, что он окажется в тюрьме, что он может быть избитый и так далее, и так далее. Вот каждый человек из тех, кто выходит на протест, он переборол себе этот страх. Бизнес пока в большинстве своем не переборол страх. Бизнес боится закрыть свое предприятие. И вот когда наступит этот момент, когда каждый из владельцев малого и крупного бизнеса переборит этот страх и в конце концов скажет, да, ну вот я готов сегодня закрыть предприятие, я готов потерять. Понятно, что это потеря для каждого человека, экономическая потеря, и может быть, ну действительно он окажется в некой критической ситуации с точки зрения возможности обеспечивать свою семью, себя и так далее. Но если владельцы бизнеса не примут это решение, то вот мы так и будем по капле, каждый децентрализованно, наверное, что-то делать, но большого экономического эффекта, собственно, это не даст. Спасибо, Татьяна, за такое, да, альтернативное чего-то, Вадим, было мнение. У нас есть разные, разные взгляды. Отлично. Ирина, какие, какие мы работаем с этих взглядов ближе? И что все-таки, да, касается именно возможностей повлиять на экономику? Есть ли вот, есть ли какие-то методы, может быть, у людей возможность, которые, ну, однозначно, скажем так, бьют по разным лодкам? Или это скорее такое желание и утопия? Вообще любые меры, наиболее болезненные для экономики, в первую очередь являются крайне чувствительными для самых социально уязвимых слоев населения. Поэтому любые меры, которые будут прямо или косвенно способствовать снижению, например, налоговых поступлений в бюджет, они, скорее всего, будут приводить к сокращению расходов на социальный, а не на силовой сектор. Серьезная девальвация, если мы говорим о том, что давайте мы сейчас заберем депозиты, пойдем скупать валюту, то серьезная девальвация, надо понимать, что тоже она ударит по всем. И, ну, например, в структуре задолженности по банковским кредитам у строительных организаций около половины приходится на иностранную валюту, и в том числе на долгосрочные кредиты. А выручка генерируется преимущественно в белорусских рублях. Понимаете? И пострадает в этой ситуации не дано. Пострадают белорусские компании. Во многих секторах такая же ситуация. Если бы забастовочное движение набрало силу и, скажем так, приобрело такой общенациональный масштаб, то действительно это создало бы серьезные риски для власти. Но я считаю, что это не столько таило бы в себе непосредственно экономическую угрозу, потому что, ну, по ряду отраслей уровень складских запасов позволяет повесить замок и некоторое время работать вообще ничего не производя. То есть оставив директора зама по идеологии и зама по сбыту. И можно продолжать дальше работать. Еще как оптимизировать издержки. Но, конечно, это бы показало глубину и силу протеста, которая, в общем-то, и создавала бы предпосылки для дальнейшего и, может быть, более скорого раскола элит. Поэтому в этом смысле любые методы экономической борьбы могут рассматриваться, может, скорее, как диверсификация форм протеста, нежели как действенный инструмент. Я никогда не занималась такими точными расчетами вот такого влияния, потому что это достаточно трудоемкий труд, трудоемкая работа, трудоемкое очень исследование. Я поинтересовалась мировой практикой. Ну, даже Люфганза, например, она научилась эти риски нивелировать постоянно же, да, забастовки устраивают у пилоты, то есть у артессы и так далее. Но она научилась нивелировать эти риски. То есть и поэтому я считаю, что государство тоже имеет возможности подобные риски нивелировать. Уволили, избыточная численность, она везде, это правда. Этих уволили, а если кого-то не хватает, привели, привезли откуда-нибудь, не привезут ни с другого предприятия в Беларуси, не будет специалистов, найдут на российских предприятиях, привезут. Это тоже, в общем-то, не проблема, а дело времени. Стало предприятие найти другого поставщика тоже не составляет труда. Ведь надо понимать, что до наших моральных проблем, терзаний, да, по большому счету всем наплевать. В политике, в экономике есть интересы. И мы прекрасно видим, что экономические бизнес-интересы, они имеют место быть и бизнесы иностранные, в том числе, они готовы закрывать глаза на определенные вещи, если они видят выгоду для себя. Это подтверждают все войны, конфликты и так далее. И даже вот этот стереотип о том, что влияние на инвестиционный климат обрушивает поступление иностранных инвестиций. Самое интересное, мы делали исследование в этом направлении и выявить сколь-нибудь яркого влияния политической ситуации, экономической ситуации в Беларуси на поступление чистых иностранных инвестиций. Если на чистой основе мы берем показатель, его нет, его нет, потому что и бизнес, с которым мы разговариваем, иностранный в основном, они говорят, понимаете, если мы видим, что прибыль покрывает наши издержки, любые, на содержание избыточной численности, на строительство детских садов, кому-то решение своих вопросов и так далее, мы будем там работать. Поэтому, к сожалению, это сермяжная правда жизни и ее нужно тоже признавать. И всегда лучше думать, нужно ли стрелять самому себе в ногу. Черные и белые списки, я считаю, что это и вредно, и это не работает, как уже упоминал Вадим, поскольку та же пищевка, это в основном экспортные поставки. И сейчас у этого сегмента дела обстоят лучше всех в беларусской экономике. У пищевки сейчас все хорошо, особенно на экспортном направлении, соответственно, как мертвому припарка. Ну, а во-вторых, ведь мало кто из общественности, из населения знает, как и что делает бизнес. Есть вещи, которые делаются и не афишируются. Даже несмотря на то, что где-то их там критикуют по другим вещам, но тихо каждый делает свое дело и не считает нужным об этом кричать ради пиара или чего-то другого. Ну, а давить на имидж, это ведь тоже не работает. Мы все знаем немало мировых известных брендов, которые поддерживали Гитлера, и всеми ими мы пользуемся сейчас с удовольствием. Так что сказать о том, что это имеет какие-то долгосрочные имиджевые последствия, в общем-то, нет. Качество – это то, что имеет приоритет в, скажем так, в выборе. Что делать? Знаете, я, наверное, подытожу тем, что скажу то, что говорю своим детям. Сегодня быть здоровым, умным и успешным – это, наверное, самый мощный вызов системе. Да, спасибо. Спасибо, Ирина. Действительно, да, вызов интересный. В этом, наверное, оказалось на такой ноте, может быть, постепенно переходить, в том числе, к дискуссии и к вопросам. Тем более, да, вопросы у нас могут поступать от тестей как-то на русском, на белорусском и точно так же на английском в переводе. Соответственно, если кто-то хочет задать вопрос по-английски, точно так же нам помогут. Антон, тебя попрошу посмотреть на этим, потому что, опять же, я не вижу наших участников. Может быть, потом есть поднятая рука или что-то такое. Да, нет, на самом деле комментариев нету пока что. Пока что нет комментариев? Да, вот, Андрей Лаврухин. Андрей, пожалуйста, как раз. Да, добрый вечер, коллеги. Я, к сожалению, не смогу сейчас включить видео. Можно так задам, да, вопрос, если... Да, мы все сразу в меру своего воображения представили, что же такое, Андрей, что-нибудь в видео. Поставим это сюрпризом, да. Да, пусть так. Спасибо большое, коллеги, за интересное сообщение. Ну, я бы все-таки хотел для себя понять. Первая часть была такая, в большей степени аргументы были выдвинуты в защиту тезиса о том, что все-таки экономические ситуации будут ухудшаться. Да, вот, и там коронавирус, и в целом такие, да, значит, системные проблемы, плюс политический кризис. Вот. А вторая часть была, насколько я понимаю, в том отношении, что это, значит, все будет в плане рычага воздействия на власть в общем малоэффективно в целом, да. Ну, то есть, как бы, все, что мы не делаем, мы ухудшаем ситуацию для всех нас, причем страдать будут больше всего наиболее уязвимые вот слои населения, да, как вы сказали, вот, да, Ирина. Вот. И, ну, вот у меня в этой связи два вопроса. Первый, насколько во временной перспективе вот эти негативные следствия, которые будут ощутимы на, прежде всего, наиболее уязвимых слоях населения, может сказаться? Так, если, понятное дело, прогноз, дело такое сложное, но все-таки, да, вот, учитывая инерцию экономики большую, государственный сектор и прочее, сколько это? Год, два, три, полгода? Это первый вопрос. Второй вопрос, все-таки, да, вот, насколько мы можем оценить затраты на силовой блок, насколько он велик, чтобы, да, вести речь о том, что дойдет когда-то время и до влияния экономики и на силовой блок. Потому что очень часто можно услышать, что, вот, значит, экономика будет ухудшаться, нечем будет кормить силовиков, значит, и поэтому, насколько это затратная группа социальная, которая, ну, до которой, когда придет, да, очередь? Вот, значит, уязвимые, понятно, в первую очередь, по том, кто и когда очередь дойдет до силовиков. Ну, вот, такой вопрос мой, спасибо. Да, спасибо, Андрей, действительно, да, мы выяснили, выяснили про уязвимых в первых. Есть, конечно, некоторое подозрение, что силовики последние, но, возможно, да, есть и другие мнения. Давайте тогда посмотрим, кто готов начать взяться. Ну, если позволите, если позволите, я начну, ну, наверное, про силовиков. Ну, я думаю, нет нужды повторять классический анекдот про папа, ты будешь пить меньше, нет, это ты будешь есть меньше. На самом деле, очевидно, что при расходовании средств власти будут делать приоритет на силовиков, причем сейчас, очевидно, вот их материальное состояние только улучшается. Но, что еще очевидно, когда будут снижаться финансовые возможности государства, в первую очередь, это почувствуют на себе социальные расходы, то есть пенсии, зарплаты бюджетников, силовиков будут поддерживать до последнего, да. Возникает вопрос, а что же будет дальше? Ну, то есть, когда речь идет вот о том, что не будет хватать денег на силовиков, надо понимать, что речь идет об очень тяжелом экономическом состоянии, о том, что страна в изоляции, и на самом деле не будет задачи дальше повышать зарплаты силовиков или даже поддерживать их на нынешнем уровне. Вообще, это работает так, что в любой стране, да, что такое благосостояние, это получать деньги больше, чем сосед. То есть, сейчас тоже, наверное, такая очень грубая цифра, когда мы дойдем до того, что наши средние зарплаты в стране будут 50 долларов, а силовики будут получать в среднем 100 долларов, в два раза больше, чем остальные люди. Будет очень много людей, которые захотят иметь вот такую работу, и вот учитывая такой сценарий, сложно нарисовать, сложно ответить, да, а когда же на силовиков деньги кончатся. Грубо говоря, никогда. В третий раз вспомню пример абсолютно нищей Венесуэлы, Северной Кореи, где каким-то образом на силовую поддержку у режима денег хватает. Спасибо, Патюм. Всегда-всегда, когда мы при обсуждении белорусского кризиса уходим в сторону Венесуэлы и Северной Кореи, всегда очень сразу-таки оптимистичные ожидания от того, как бы до прекрасных сравнений, значит, мы дошли, как бы, ну да, не, ну если как Северная Корея, ну тогда еще сможем держаться, но это да. Может, есть еще чуть более оптимистичный взгляд? Давайте, я попробую вести дискуссию от Венесуэлы и Северной Кореи. И если мы говорим о удовольствии силовиков, мы здесь можем лучше вспомнить Россию при Иване Грозном. На самом деле, когда даже зарплаты у силовиков перестают увеличиваться, если мы пойдем именно по этому сценарию, то мы вполне можем ожидать при нашем правовом дефолте, даже, возможно, в самом ближайшем времени, то, что у нас вырастет Апричнина, Рыша или Тантон Макуты, это довольно распространенный процесс, не уникальный в истории. Если сейчас у нас милиционеры могут творить такое с протестующими, то в какой-то момент они смогут делать это и по отношению к какому-то частному бизнесу. Так что экономическая мотивация быть внутри этой системы в таком государстве только увеличивается. Если говорить о том, вот вторая часть вопроса о том, кто быстрее всех пострадает, здесь я, кстати говоря, не совсем соглашусь. Думаю, что в самой близкой перспективе больше всех будут страдать некий средний класс или вот lower-middle-класс, его нижняя категория. Дело в том, что у беднейших людей доля импорта в потреблении обычно гораздо меньше. Эти беднейшие люди не ездят отдыхать в Турцию, Египет и Польшу, где им приходится покупать путевку или билеты за доллары или евро. И так как я сказал, в потреблении таком прямом у них гораздо больше простых товаров, национальных товаров, то они чувствуют вот это падение обычно чуть позже. В первую очередь это некий средний класс. На этом все. Да, мне понравилось, когда я попросил кого-то выступать оптимистичнее, захотел Леву, рассказал про опричнину. Я не уверен, Лев, что мы одинаково понимаем слово оптимистичнее. Я так понимаю, у Ирины гиг, что ты, может быть, добавишь? Есть еще какие-то варианты хуже опричнины? Да, анекдотов на эту тему хватает. Я согласна с Львом. И здесь дело в том, что, понимаете, здесь не столько все измеряется деньгами. Ведь далеко не за деньги все эти товарищи вот это вот творят. Это возможность поставить себя выше других и получение власти вот такой вот, скажем так, как-то правильнее, так сказать, группой людей. Это самое страшное. И это для них самое упоительное. Они не нуждаются в том, чтобы ездить, посмотреть в Париже новую выставку в Лувре. То есть там вопрос не в деньгах. И в крайнем случае, когда действительно финансово будет невозможно поддерживать уровень, который, например, премиями обещали и так далее. Но всегда работает очень хорошо в этой группе, как в том анекдоте. Вот тебе знак 40, ставь его где хочешь. И зарабатывай как хочешь. И это будет воспринято на ура. И этим будут с удовольствием пользоваться. И даже зарплата им не нужна будет при этом. Крышевание — это то, что было в 90-х. Действительно, мы все помним этих людей, бывших, которых бывших не бывает. И что в каждом бизнесе практически был заместитель генерального директора по безопасности, который мы понимаем, зачем там был. Соответственно, на это деньги не кончатся. И есть всегда другие варианты. А пострадает действительно, пострадает прежде всего средний класс. Средний класс, который является на данный момент, является, в общем-то, основой, ядром протеста. И в силу того, что будет падать как раз-таки и бизнес-активность, и будут страдать услуги, прежде всего, и все, что с этим связано. Поэтому, конечно, это ударит прежде всего по среднему классу. Если мы возьмем зарплаты заводчан, аграриев, то это совершенно не те суммы, которые не найдутся. Они найдутся. А закрытие бизнесов, закрытие частных предприятий, ну, куда идти специалисту с такого предприятия? Поэтому, конечно, я считаю, что пострадает прежде всего средний класс. Когда что может произойти? Вы знаете, мы уже фиксируем проблемы с платежами. Наши клиенты уже говорят о том, что достаточно серьезно растет и дебюторская, и кредиторская задолженность в расчетах. Проблемы неплатежей прежде всего исходят из госсектора, о чем я говорила. Когда переверстывается бюджет, да, и расходы перенаправляются в другие сферы, то, конечно, страдают такие сферы, как там тоже строительство. А что значит не дали деньги строительству? На строительство, соответственно, государственные заказчики не могут расплатиться с поставщиками материала, с подрядчиками. Это ведь в основном частный бизнес. Поэтому, конечно, здесь идут проблемы, возможности локдаунов опять подорвут экспорт. Ну и, собственно говоря, я думаю, что начало следующего года будет достаточно тяжелым. Да, спасибо, действительно, да. И все смекеры по очереди смогли добавить какую-то следующую степень более негативных последствий. Не знаю, Татьяна, может, у вас есть еще стремление, что-нибудь еще стремление, что-нибудь еще хуже? Да, чуть-чуть позитива. Я уже боюсь этого слова, что сейчас будет позитивом. Да, ну небольшого, да. Большого не ждите. Буквально комментируя высказывание Вадима по поводу того, что в случае самых страшных сценариев, когда средняя зарплата будет в Белоруссии условно 50 долларов, да, и если в целовых структурах она будет чуть выше, туда люди там массово начнут аппликаться, да, и начинать вступать в эти ряды. Я вот все-таки считаю, мне кажется, это все-таки с одной стороны мой некий позитив, да, что вот как раз так прямо два умножить на два или там два плюс один считать нельзя. Все-таки здесь очень серьезный не столько экономический фактор, сколько моральный, который, ну, ситуация даже не такая, вот как была все эти 26 лет. То есть вот эти последние месяцы, когда действительно режим превратился в настоящий фашистский режим, все-таки я, ну, с трудом себе представляю, что любой нормальный человек может за любые деньги хотеть вступить в эти ряды, если он изначально не был бы частью этого сообщества. И все-таки, и вот комментируя высказывание Ирины по поводу того, что не все измеряется деньгами, у этих людей есть, ну, какие-то другие, вот я бы сказала, даже, может быть, звериные инстинкты, ну, это очень грубо, но тем не менее, это же целая система, которая дрессирует вот этих людей, и она существовала уже очень давно, то есть фактически система, которая выстраивалась на протяжении всей четверти века, да, это вот люди, особенно вот то, что мы называем ОМОНом, определенная группа людей, которые дрессируются таким образом, у этих людей абсолютно отсутствуют человеческие эмоции, человеческие, ну, действительно им трудно апеллировать к какой-то там моральной позиции к ним, и эти люди абсолютно выдрессированы, и поэтому они работают скорее, конечно, не за деньги, они работают просто потому, что у них есть эти звериные инстинкты, и, кстати говоря, как из них в будущем их выбить, это тоже очень большой, серьезный вопрос для будущей власти, да, что делать с этими людьми, потому что я очень сомневаюсь, что их вообще как-то можно изменить, но с другой стороны, с точки зрения позитива, очень надеюсь, что к этой группе, ну, как-то трудно присоединить еще кого-то, вот, ну, а если отвечать на второй вопрос, все-таки, когда случится, да, вот, и то, что все-таки люди как-то выразили свою позицию, частный бизнес выразил свою позицию, я повторяю, для этого, я не знаю, когда это произойдет, но я понимаю, что для этого нужно. Для этого нужно, чтобы люди потеряли работу. Когда люди потеряют работу, они, люди в Беларуси смогут жить даже на 100 долларов в месяц, вот это, кстати, ну, такой серьезный вопрос. А когда у них совсем не будет дохода, вот это, наверное, будет тот фактор, который заставит их выйти на улицу. Спасибо. Да, спасибо, Татьяна. Я так понимаю, у нас сейчас есть следующий вопрос на очереди. Вадим Макаренко, газета Выборча, наш человек в Варшаве. Вадим, пожалуйста. Добрый вечер. Спасибо большое за интересную дискуссию. Очень много было сказано о том, что могут сделать люди, там, рядовые граждане. И я бы хотел спросить, а что может сделать власть? То есть, вот, принимая во внимание тот отток специалистов, например, из сферы IT, да, принимая во внимание отток капитала, насколько эксперты считают возможным введение каких-то, ну, жестких мер, типа, я не знаю, запрет на выезд из страны, или условный экзитакс, может быть, что-то еще. Если кто-то может что-то рассказать, я был бы очень благодарен. Если позволите, я начну. Короткий ответ на этот вопрос. Ничего, ничего власть сделать не сможет. Нет, единственная, как бы, надежда на какое-то финансирование, на какие-то кредиты – это Россия. По сути, единственный ресурс, который у власти остался – это торговля с суверенитетом с Россией. Кроме этого делать нечего. Если говорить там про какое-то закрытие границ, ну, оно, опять-таки, невозможно в условиях открытых границ с Россией. Собственно говоря, государство и не будет пытаться вообще что-то сделать, что-то изменить. То есть, решая стратегическую задачу остаться, вот это будет самоцель. Такие вещи, а что делать с бизнесом, что делать там с населением, с социальным уровнем – сейчас, как бы, не до этих вопросов. Ну, я вот тут могу поспорить с Вадимом. Тут я как раз буду оптимистичен и скажу, что, наоборот, власть может сделать все. Достичь мало чего, но сделать практически все, и закрыть границы, и децимация айтишников, и все, что хотите. Хоть тут начать разрабатывать космическую программу Беларуси в рамках какого-нибудь лагеря в Жодино. Если серьезно, то тут вопрос, да, какая мотивация у власти. Сейчас она, наверное, слабо понятна, но мы видим, что Александр Лукашенко часто делает довольно странные заявления, и если вот есть какой-то организующий момент белорусского протеста, лидер белорусского протеста, то я думаю, что это, безусловно, Александр Григорьевич Лукашенко. Вот Татьяна Маринич говорила о том, что там бизнесу собраться, решить, что они закроются. Безусловно, так не произойдет, бизнес вряд ли соберется, и вот все владельцы бизнеса решат, что сейчас закроют бизнес. Но Александр Лукашенко как раз-таки может это сделать. Вот он недавно говорил о том, что все, кто не создадут профсоюзы, будут ликвидированы. Так что я вполне верю в то, что власть может сделать практически все. С другой стороны, практически все, что власть будет делать, это будет только ухудшать ее позицию, еще больше стрелять себе в ногу. Но думаю, что они еще проявят себя, будут активно делать много чего. Спасибо. Ирина, можно я буквально на комментарии по поводу того, что это, конечно, невозможно. Вы знаете, я вот тоже когда-то считала, что многое невозможно. Сейчас я как-то могу более осторожна со словами этими, потому что все, что касалось нам невозможным в отношении Беларуси, оно уже произошло. Поэтому все невозможное в отношении бизнеса может произойти. Безусловно, это, с одной стороны, топический сценарий, с другой стороны, их абсолютно нельзя отрицать. Поэтому вот очень осторожно бы вот эти термины использовала. Теперь, что касается мотивации власти, абсолютно соглашусь, что действительно власть сама создает очень много предпосылок для того, чтобы создать для себя проблемы. И, ну вот, отвечая на вопрос по поводу закрытия границ, я все-таки считаю, что власти просто не зачем это делать. То есть власть будет счастлива, если как можно больше активных, самодостаточных, талантливых белорусов уедет из страны. То есть она фактически, ну, приветствует это, да, и может закрывать границы только с одной стороны, на въезд, что она, собственно, уже и пытается сделать, да, чтобы умные, хорошие, интересные люди, которые образованные, которые обладают большим багажом и контактами на Западе, и они имели возможность вообще никогда не попасть в эту замечательную тюрьму. Вот, поэтому может сделать, закрыв границы на въезд, а выезд и отъезд людей будет только приветствовать. Ну, может быть, не на словах, но на деле, по факту, реально так. Ну да, вот я здесь поддержал бы Татьяну. Мне кажется, даже, в общем, и на словах власть в последнее время все, что делает, это, да, прямо объясняет, что вот всех этих, значит, непонятных белорусов, которые сильно, там, искали счастья, там, лучшие доли врача в колледже, значит, искать обратно не надо. Ну и, в общем-то, на делах. Мне кажется, как раз вот, да, то, как власть в последнее время вела с теми, да, политически неугодными, как раз вот отлично иллюстрирует, да, подъезд Татьяна. То есть, в общем, для власти сама идея, то есть, как бы, что надо сделать, не знаю, с Тушкой, с Ковальковой, с Колесниковой, как что надо сделать? Ну, надо выкинуть из страны, желательно. То есть, как бы, отправив тюрьму, это, скорее, вариант, типа, проигрыша. Не удалось выкинуть из страны, ну, тогда уж ладно в тюрьму. Но, кажется, да, то есть, кажется, в приоритете пока для власти использование границы как такого отличного механизма для оттока людей. Поэтому, мне кажется, да, закрывать границу, это, скорее, по крайней мере, пока противоречит подходу русской власти. Хотя, конечно, да, тут действительно все всегда может поменяться, ничего исключать нельзя. Есть ли у нас еще какие-то вопросы? Да, вот я движу руки. Вначале Каспер Ванчик, это эксперт из Польши и бывший сотрудник МИД Польши. И потом Артем Шраймунд. Каспер, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за интересную дискуссию. Один вопрос, скажем так, немножко наивен, может. Меня интересует, какие есть или вообще есть экономические инструменты у так называемого коллективного Запада, чтобы как-то повлиять, скажем, на Александра Лукашенко, чтобы он приблизился к диалогу с протестующими. Потому что, ну, сегодня прозвучало уже, что ну, коренье удобрения понятно, даже нефтепродукты, это тоже сложно. Конечно, личные там санкции, которые ввел ЕС не особо работают. Так вообще есть что-то, что-то можно, может сделать ЕС или ЕС совместно с США. Спасибо. Ну, если позволите, пару слов. Я думаю, что важно было бы точно приостановить сотрудничество международных финансовых организаций. Это Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк конструкции развития. Сейчас иногда удивительно встречать новости, что отдельные международные финансовые структуры, продолжают сотрудничество с Белоруссией, выделяют помощь каким-то госорганам или каким-то госуниверситетам, которые отличались тем, что исключали студентов по политическим мотивам. Ну, может быть, еще действенно, ну, это не совсем, наверное, к политикам, да, но тем не менее адекватное приведение рейтингов к Беларуси с учетом политических реалий, потому что, в конце концов, на эти рейтинги будут смотреть и западные банки, и западный бизнес. Спасибо, Вадим. Лев? Я тут полностью поддержу Вадима в части про международные организации, да, к сожалению, тут, в частности, не знаю, Африка немного развратила Всемирный банк, Всемирный банк часто говорит, что они работают там на местах с тем, что есть, ну, да, хотелось, но это часто, естественно, используется диктаторами и в политической повестке, когда диктаторы говорят, что вот видите, нам выдают какие-то кредиты, с нами сотрудничают, значит, у нас есть признание, и все хорошо. Если говорить о чисто экономических санкциях, то, наверное, сейчас нету какого-то большого поля для деятельности, многие экономические санкции напрямую бьют по населению, это не всегда воспринимается как популярная мера, так что здесь, я думаю, более важно какие-то политические санкции, какое-то выражение солидарности, которое в целом оказывается обобщенным Западом, мы видим, что Светлана Тихановская встречается с мировыми лидерами, насколько я понимаю, мировые лидеры в том числе пытаются разговаривать с Владимиром Путиным, как-то донося повестку Светланы Тихановской, думаю, что то, что еще не использовано из каких-то политических санкций, это включение вот в эти списки какого-то более широкого круга лиц, возможно, не только первых политиков, первых лиц государства, но людей, участвовавших в фальсификации выборов, если, конечно, есть какие-то доказательства этому для конкретных людей, это все может тоже как-то сыграть в том числе на информационном поле. Условно запрет на въезд Александра Лукашенко в Польшу, я не думаю, что это сильно его огорчает, он в целом довольно редко проводит свои каникулы в Польше. если говорить о человеке, который занимает какую-то должность сам директора на птицефабрике, каком-то лидере районного производства, то для этого человека запрет на въезд в Литву на закупки может быть гораздо более полезным, а вхождение в такие списки может, опять же, представлять какой-то моральный ущерб, что ли. Спасибо. Я задумался, что, наверное, если говорить о тех, кто занимался классификациями с доказательствами, возможно, тот список тех, чинов комиссии за комиссией наблюдал, чьи классификации могу подтвердить, возможно, им все ограничится с учетом того, как, к сожалению, в белорусских условиях было невозможно наблюдение, и из-за этого, думаю, подавляющее большинство очных комиссий просто отсутствуют какие-либо доказательства, потому что система была так построена, что работала так непрозрачно, что такой благобог, где нельзя доказать не были форексификации или что их не было, а просто все это было совершенно непрозрачно, что доказывает порочность системы, но мало что говорит о том, что делали конкретные исполнители. Есть ли у нас еще комментарии по этому вопросу? Да, если позволю, по поводу... Ирина, нет, сейчас вам, конечно. Я уже свою еще пала в прошлый раз. Я смотрю, что до границы всегда быстрее доходят, чем из Беларуси. я коротко хотела бы сказать и к этому вопросу и к предыдущему, когда не успела, в общем-то, один небольшой комментарий. Вы знаете, на мой взгляд, очень важным является в вопросе внутренней легитимности, ведь широта политического кризиса, она почему имела место быть сейчас, и почему именно в этой ситуации, в отличие от других постполитических ситуаций после президентских выборов сейчас, почему ситуация иная, хотя тоже были протесты раньше, но тем не менее все как-то налаживалось, грубо говоря, потому что наличие внутренней легитимности это самый главный фактор, и именно ее такое масштабное отсутствие, оно в общем-то и привело к этой ситуации и усугубляет эту ситуацию, и мы понимаем, что она не рассосется, а так как раньше не будет, даже если всех убьют, вывезут, ну я не знаю, поэтому к вопросу внутренней легитимности очень важным аспектом еще остается легитимность со стороны чиновников и госпредприятий, руководства госпредприятий и, скажем так, приближенного бизнеса, который очень завязан на власть, и в этой ситуации имиджевые потери власти, они очень чувствительны именно для вот этой части населения, почему? Потому что, скажем так, иерархически Александр Лукашенко это тот проект, под который деньги либо привлекаются, и те, кто в этом проекте вместе с ним, они это, с этого что-то имеют, да, либо как только этот проект не способен привлечь деньги, как только этот проект нелегитимен, нерукопожатен, он в полном бойкоте и внутреннем, и внешнем, это совершенно уже другая история. Соответственно, и мы видим по выступлениям, что такие вещи очень чувствительны, как только заходит разговор со стороны Международного Олимпийского комитета, Международной Федерации Хоккея, заявление Латвии о том, что мы будем пересматривать возможность проведения чемпионата мира по хоккей вместе с Беларусью, это очень больно бьет по имиджу, по настроению, и когда продолжается финансирование западными институтами, когда продолжается поддержка со стороны России, то совершенно очевидно, что вот эта часть населения, приближенная часть к власти, она будет устойчивой, от ее устойчивости, будем откровенны, тоже достаточно многое зависит. Дарина, спасибо. У нас тогда, как я сейчас понимаю, был еще один вопрос, который обещали задать, наверное, тогда уже последний, потому что наше время потихоньку близится к концу, мы обычно стараемся уложиться в два часа. Вадим, буквально одно предложение, мне кажется, оно настолько важно, что я решил тебя перебить. По предыдущему вопросу, что можно предпринять, сразу скажу, эта мысль не моя, я ее заметил у известного многим здесь Сержа Харитонова. Мысль сводилась к тому, что какие-то структуры, которые точно и доказанно участвовали в убийствах людей, их приравнять к террористическим организациям. Прецедент такой есть, это корпус стражей исламской революции в Иране, вроде бы государственная структура, которую, по крайней мере, США считают террористической организацией. Это, очевидно, создает сложности в финансировании, в обслуживании банков, и, что удивительно, даже в обслуживании в белорусских банках, которые так или иначе должны подчиняться согласованному международному законодательству по финансированию терроризма. Да, я помню эту мысль, действительно, мысль такая интересная, хотя в какой-то степени, может быть, еще более радикально, еще в кащении торговли нефтью, а, может быть, в конце концов, нет. Еще один очень короткий комментарий, буквально, мне кажется, тоже важная мысль, по поводу того, что многие бизнесы, наши торговые партнеры за рубежом в силу разных причин, в силу географической отдаленности или фокуса на свои собственные проблемы в странах или на внутреннюю политику и так далее, действительно далеки от того, что происходит в Беларуси. И не у всех есть понимание того, на самом деле, что, например, работа с белорусскими государственными партнерами, это поддержка каждым своим долларом и евро, на самом деле, режима Лукашенко. И вот, может быть, массовые компании в этих странах по разъяснению того, действительно, что происходит, и массовые компании со стороны государства по отношению к бизнесу, которые имеют те или иные торговые отношения с государственными предприятиями в Беларуси, вот это тоже, мне кажется, очень важный мастерства. Да, кстати, да, спасибо, Татьяна, за этот комментарий действительно важный, буквально недавно столкнулся с ситуацией, когда шведская организация, значит, бронируя отель, бронировала отель Минск, и когда ей пытались объяснить, что сегодня бронировать государственные отели это очень плохая идея, тем более, что очень легко найти альтернативу, они говорили, ну, так вот, у нас же тендеры, у нас же там предложение, такой шведской логики, в которую просто не входила идея, что сейчас это как бы совсем нехорошо, поэтому да, это, наверное, действительно может быть в моем важном направлении. Еще, знаете, хотела бы напомнить, извините, пожалуйста, хотела бы напомнить ситуацию августа перед выборами, помните, когда после массовых митингов в поддержку Тихановской при сборах подписей за Бабарико массовых вот этих вот мероприятиях, да, значит, была предпринята попытка сделать во всех регионах классные праздники за государственные деньги с известными российскими исполнителями, то есть, такой идеологический был ход, вот, и помните, что сделали белорусы, они массировано написали всем, и все отказались, и никто не приехал, и на самом деле по последующим комментариям было очевидно, что это достаточно серьезный психологический был такой удар моральный, очень серьезно и очень глубоко так воспринят. Да, действительно, возможно, не стоит недооценивать силу шейминга в соцсетях. Хорошо, тогда, если пока с идеями борьбы с режимом, пока мы основное закончили, давайте, все-таки, действительно, последний вопрос Антону, кого он там был, и будем по-настоящему. Артем Шрайбун хотел задать вопрос. Артем, ты хочешь? Да, Артем. Спасибо большое, я просто не знаю, насколько у нас есть время, я не хотел бы сильно всех задерживать, но если очень коротко, и кто хочет ответить. вполне сможем, да, Артем. Надеюсь, меня слышно хорошо, потому что мобильный интернет. Я хотел спросить о приватизации, как о возможном механизме вот сглаживания этих будущих шоков. Я извиняюсь, если об этом было в первой части дискуссии, я ее пропустил. Может ли начать распродаваться наши оставшиеся еще привлекательные активы, вроде там, может быть, НПЗ, Беларусь-Калий, Гродно-Азот, в экстренном случае, когда нужны будут деньги на просто пере... ну, на банальную выплату долгов текущих, чтобы избежать дефолта и какого-то экономического коллапса. Или же сегодня уже приватизация, ну, учитывая токсичность всего, что у нас происходит, не вариант. Можно я отвечу? Да, конечно, потому что мы, можно же, поговорили про торговлю суверенитетом, а про торговлю... Я первая, на этот раз успела. Я коротко очень отвечу на этот вопрос. Мы делали тоже и исследования на эту тему, соответственно, как бы, оперируя какими-то полученными данными в ходе этих исследований. Я могу сказать следующее, что это невозможно. Это невозможно не по той причине, что предприятия не представляют собой интерес, или они стоят очень дешево. Когда-то Александр Лукашенко сказал одну единственную фразу, которую мы повторяем всем иностранным инвесторам, потенциальным, которые интересуются приватизацией в Беларуси. Власть — это собственность. То есть не в том смысле, что это моя собственность, а государственная собственность — это основа власти. И исходить надо всегда из этого. Государственная собственность — это не про эффективность, это не про деньги, это про контроль, это про сферу влияния. Потому что как только не будет государственной собственности, на что же тогда будет влиять власть? Ей не на что будет влиять, не на что будет опереться. И в тех же предвыборных компаниях, в избирательных компаниях одно дело, когда на приватизированном МАЗе работает 500 человек, и пойди ты с ними расскажи им про свои государственные программы, про будущее социализма. А другое дело, когда там работает 16 тысяч людей, с которыми есть о чем поговорить. Поэтому я думаю, что этого не будет, какая бы экономическая ситуация не была. Спасибо. Буквально одно предложение от Сыринса с Ириной. Я считаю, что приватизации как приватизация не может быть, но что вполне вероятно может быть, это просто сдача активов. Сдача активов, конечно, это сдача контроля, прежде всего, а не самих активов. И в этом смысле может наступить такая ситуация, безусловно, если Россия захочет собрать любое предприятие, в принципе, я думаю, что у нее есть все возможности это сделать. Но в данном случае, естественно, речь только о России. Мы не говорим о некой продаже на конкурсной основе неких предприятий. Да, хотя мне кажется, если бы Россия захочет взять, хоть какие-то предприятия по контролю может сделать, мне кажется, Россия хотела бы начать с собственного Белгоспромбанка, но кажется, пока даже с этим что-то не удалось. Вот я хотел дополнить. Извините, в Армении показывает, что можно довести всю страну до такой экономической ручки, что делать можно потом просто все, что ты захочешь. Доле того, извините, наличие подобных предприятий, как Беларусь Калий, Гродно, Азот, имеющих прибыль и ликвидность, это сейчас, кстати, палочка-быручалочка для заимствований, потому что вы видите, что вроде бы как не государство заимствует, а вроде бы как Беларусь Калий одолжил 100 миллионов, как они уже там потом куда распределились, это там другой вопрос, но это тоже как бы сегодня есть такой вот вариант. По поводу Белгоспромбанка не удалось не потому, что Россия не смогла, а потому что Россия пока не захотела. Ну да, согласен, но просто как раз такой яркий случай в нашем группе про Россию, когда желают, что в Беларуси, вот есть кандидат. Можно я все-таки тут тоже вставлю пять копеек, да, продажа каких-то активов наверное возможна, но тут мы говорим только о там двух, трех, четырех активах, которые потенциально интересны и интересны видимо именно России, и все же я думаю, что тут дело Белгоспромбанка критически важно, чтобы что-то продать, нужно, чтобы были установлены права собственности, в нормальном случае, когда действует просто права собственности, можно продать кому угодно, сейчас условный какой-нибудь арабский шейх понимает, что если Россия не может точно гарантировать спокойствие своих активов, то куда уж ему, насчет того, может ли Россия как-то владеть собственностью в Беларуси, ну да, действительно, если Владимир Путин уж очень захочет, то он может ввести войска и забрать Белгоспромбанк, но это все-таки какой-то не совсем адекватный институт защиты прав собственности, люди не вводят войска для защиты банков, а без войск мы видим, что как минимум защищать свои активы даже России стало в Беларуси гораздо сложнее, так что отчаянный вопрос, можно ли что-то продать, да, можно продать, вопрос по какой цене, эта цена сильно ниже даже какой-то мифической рыночной, которую то будет сложно установить, и эта продажа, если осуществиться, то это будет такая продажа из паники, когда уже других никаких средств не будет, и когда Александр Лукашенко будет просить какой-то условный новый кредит, ему его давать не будут, и одним из условий будет передача какого-то пакета акций или какого-то актива, но понятно, что эта передача будет по сильно заниженной цене, просто исходя из вот этих рисков, связанных с правом собственности в Беларуси. Ну да, здесь ни разу не звучало то, что все время говорили противники власти, про то, что такие в общем сделки могут быть просто в будущем оспорены, то есть в какой-то панический момент белорусская власть пообещает пакет акций какого-то предприятия за кредит, то есть большая вероятность, что потом просто скажут, что пакет акций вам обещала действующая власть тот другой. Вот идет ужасное эхо. Такие риски тоже есть. Надо заканчивать. Хорошо, тогда есть у нас еще комментарии по приватизации или какие-то самые заключительные ремарки. Если нет, в таком случае будем постепенно заканчивать. спасибо всем за эту несомненно очень интересную дискуссию. Мне кажется, в такой теме, которая действительно непростая, где мы с нами не обойтись без астрологов, психологов, экстрасенсов. Тем не менее, мы очень многие вещи, на мой взгляд, смогли прояснить, и это отлично. Поэтому спасибо всем, всем, пусть со всеми все будет хорошо в наших белорусских реалиях, и я уверен, что в ближайшее время до встречи на новых дискуссиях эксперта аналитического клуба. Будем дальше следить за событиями и их анализировать. Как известно, анализ — это, наверное, лучшая психотерапия. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Всем спасибо. До свидания.